Привет! Могла бы идти уже домой, но поправляю свой рюкзак. Дай с этой стороны встану. Ау! Врезалась в тебя. Ну как в бассейн сходили? Рассказывай. Мы там в воде глаза открываем. Да, здорово, бассейн большой? Офигенно! Там еще холодно. Холодно именно там, где бассейн? Нет, в бассейне в самом прохладном. А, вода? Да, он прохладный. Понятно. Ну не такой, какой у тебя в садике был. И знаешь, мы в душе шли голышом, только шапка была одета еще. И шлю. Так правильно, ты как хотела. Зато помылась. Да? А потом после бассейна. Так слушай, тебе мыться не надо. Ну, конечно, надо. Там же волосы вы не моете. Дома только голову помыть, да, и все. Там еще мы сушились. Сушили волосы. Там такие шлемы. Да. Да. Ну понятно. Ну, кто тебе помог одеть? Всем помогала одевать, да? Понятненько. Ну что, понравилось купаться? Нормально. Нормально. А чему? Вас там учили чему-нибудь? Ну, мы там бегали под дно. А, кстати, глубокий был? Очень. У меня до сюда было. Ясно. Ну, классно. А ничего? Круги не давали? Ничего такого? Палки всякие, мячи, ничего не было, да? Да. Ну, бегали по одному. Что еще? Ну, еще. Упражнения какие-то делали, что ли? Да, мы еще подпрыгали. Ну, так это классно. Ты знаешь, что в бассейне упражнения делать. Это такая нагрузка колоссальная. Но мы брызгались друг на друга. Ну, круто. И нельзя было тереть руками глаза. Ага. И когда мы в воде открывали глаза, вынимали голову, то тогда тоже нельзя было тереть. Ну, ясно. Так тереть нельзя, а открывать под водой можно? Как это так? Она обычно в бассейнах вода хлорированная. Так и открывать нельзя, по идее. А почему у вас так мало было? Не знаю, 13. А, 13 было? Ну, нормально. Мне послышалось по телефону 5, потом 3, и мне вообще показалось 8. Так а подожди, а кто на машине вез? Кто-то из родителей? Да. А, вот оно что. Это папа усти. Понятно. Так быстренько вы. Не надо было идти. Да. И родители там все время были, да? Арина, и родители все время с вами были? Да. Ну, ясно. Ну? Это всего было 3 родителя, а не 2. Ну, что ты хотела сказать? А что хотела сказать? Только что хотела сказать что-то. А, нас было пятеро в машине. То есть Устина, Устинья, я, Катя, София и Карина. Пять, да? Мальчики были? Нет, мальчиков в машине я была. А, а вообще были, да? Да, так были. Ну, понятно, но классно. И мама Димы вела, наверное, только мальчиков. Классно, классно. Мы четвером сидели на задних, а Устинья спереди. Так теперь бассейн будет каждый вторник? Ну, да. Ну, так смотри, какой у тебя вторник классный. И сейчас школа к сколька? К двум все-таки? Да. Точно? Ты знаешь, что сейчас покушаешь минут 10, и уже надо выходить? Кожмар. А что, все по домам, что ли, пошли или будут ждать? Я буду перекусить. Вот, видишь, как перекусить. Перекусить. Ну, хорошо, что ты близко живёшь, так можно. Ну, вы долго были? Два часа, и не думала, что так долго будете. Да мы там пока помылись. Ну, понятно, и вначале, и в конце. Там отдельная лимачка, душ отдельная для мальчиков. Конечно. Так даже не закрываться. Конечно. Ну, понятно, вот прикольно. Ну, да, я видела, когда шла. Либо картошка, либо лепёшка какая-то. Картошка. Картошка варена. Картошка. Ну, я тебе уже всё погрела, уже котлетки тебе сделала вкусные. Я? Да, снутика вообще обалденная. Всё погрело, так что приходишь, да, вот так вот кушаешь, потом переодеваешься и уходишь. Уходишь без компьютера? Ну, дам тебе свой компьютер, мой включать не надо, потому что толку. Всё равно уже выходить скоро. И до шести, да? Ну, если что, звони, короче. А так 6-05 закончится. Так подожди. Пять уроков заканчивается же не в начале седьмого, а в половину где-то. По расписанию. Ну, может быть, закрошённый. Опять? Я не знаю. Ну, ясно. Так подожди, вот Вова придёт 6-05 за тобой, а ты позвонишь и скажешь, не, через 20 минут закончится. Непонятно. Позвони на переменки перед последним уроком. И скажешь, хорошо, чтобы зря не идти. Ну, ладненько, всё, идём домой обедать и назад в гимназию. Расскажи, чем ты кота травишь. Я не травлю. А что он смотрит прямо в глаза? В общем, вот что мы кушаем. Курузные палочки. И он, видимо, тоже захотел. Но на сластёна. Жулик сластёна. Да. А, конечно, сейчас на полу это будет. Возьми новую. Это еда. Вкусная игрушка. Что не получится, Сань? Ты проворонил своё счастье, жулик. Надо было хватать, сразу убегать. А не сидеть церемониться. И кусачка себе цацку нашла. Кусачка. Игруля. Жили на глазах. Я знаю, что ты будешь делать. Капусту мою тырить. Что значит тырить? Вот у нас капусточка. Трое суток прошло. И сейчас мы её будем... Божественно. Да, вот так вот. Мы мечтали о капусте очень давно. А мы её не квасили уже, наверное, с зимы. Ну, вообще-то, да? Зачем летом квашеную есть? Ну что, вкусно? Дай послушаем все, как она хрустит. Ага. У нас, кстати, очень хрустящая капуста получается. Вообще классная. А соли достаточно? Давайте там пальцы мыть. Ладненько. Будем сейчас вот раскладывать по баночкам. И сегодня, кстати, будем и есть. Знаешь, как врачи руки моют вот так вот, да? Я пошёл за банками. Давайте за банками. Баночка, баночка. Что ты тут бактерии напускаешь? Ладненько, ладненько, всё. Только что мы сняли видосик. Какой видосик? Видосик. Что мы снимали? В твоём кладовку. В твоём домике кладовку снимали? Да. Ну, посмотри. Отдельное видео посмотрим. Да, можете уже смотреть. Что у тебя там куча всего-то наделала. Сколько ты дней, кстати, это делала? Ну, три дня. Ну, потому что школа, гимназия и всякие такие дела. Уже 12.59, а в 15.00 мы уйдёмся. Через полчаса выходить в гимназию, скажи. Сегодня самый сложный день по баллам. Там у них как-то уроки считаются по баллам. Вот по баллам сегодня самый сложный день. Среда. Что значит по баллам? Ну, каждый урок, предмет. Каждому предмету они оценили каждый предмет определенным количеством баллов. И вот по баллам сегодня больше всего баллов. Значит, сегодня, ну, как будто самые сложные предметы. Ну, какие у тебя сегодня уроки? Да вон, почитаются, расписание висит что-то. Итак, русский язык, английский язык, водеводика, русская литература, человека, мир и шестой урок какой-то. Ну, вот, самый сегодня сложный. Ну, зато уроки вчера были легкие. Мало, потому что задали, да. Да, да. А в бассейне вода холодная. А, вчера в бассейн ходили. И что Арина там забыла в бассейне? Забыла свои шлёпки. Арина отвела вчера в гимназию после бассейна. Ну, и рюкзак ее разбираю, с которым она туда ходила. Думаю, надо же посушить. Открываю. А там шлёпок нет. Я в шоке вообще. Где? Ну, я так и поняла, она забыла их там. Ну, Маша растеряша, да. Походу, помнишь те чёрные туфли, которые мы искали? Походу, ты тоже в школе забыла. И забыла про это. Как и про шлёпки забыла. Да. Были у тебя такие туфельки чёрные, которые ты в школу на сменку носила. Красивые. Ну, вот, потеряла. Так мы пошли с Вовой. Хотели ей сначала позвонить, спросить. Где твои шлёпки? Я так думаю, не, я не буду звонить. А то она же расстроится, как всегда. Будет... О, ну вот, Арина, давай. Я тебе предупреждала, сколько раз не кататься на стуле. Пошли с Вовой туда, хорошо, что это близко. И сказали, что там первую смену у вас был третий Б-класс, девочка забыла шлёпки. Ну и всё. У них там, оказывается, есть ящик с забытыми вещами. Ну вот, и нам оттуда принесли шлёпки ей, наверное, забрали. Забрали шлёпки. В следующий раз, Арина, внимательней будь. А то себя забудешь в следующий раз. Не знаю как, ты шумеешь. Скажи, вчера галышом побегали. Мы прям в раздевалке были галышом. Ну, мылись там, драились перед бассейном. Но это как всегда. Это так и надо. Я тоже в бассейн ходила, когда училась в колледже. Один раз. Так что, а, так и что, скажи, замёрзла. Зуб на зуб не попадал, да? У тебя в садике какая вода была, когда ты... Тёплая. Тёплая, скажи, классно. Ну, а тут уже взрослый бассейн. Там тёплый такой не будет, как в бане. Там вообще леденющая вода. В детском садике ты грелась, а здесь будешь закаляться. Ну, Арина, если не хочешь, не ходи. Мне надо ходить, а то потому что, ну... А, ну надо ходить, это же как физкультура. Во вторник физкультура, ну, так было. А теперь они каждый вторник будете выходить на бассейн вместо физкультуры. Поэтому не отлынишь. Да. Ну, прикольно, прикольно. Смотри, сегодня солнышко. Снё, какое у нас число, ты помнишь? Да. Четвёртое октября. Холодно было эти дни. А вот сегодня солнышко, прям здорово. О, остались ещё тарелки от домика. Это миски глубокие, большие. Распечатываем тут. А что рисовать? Да. Пошёл, распечатал, вот такую мелочь. Это быстрей. Оно ярче, правильно. О, смотри, можно мозаику сложить. Арина сегодня уже подходит ко мне и спрашивает. Мама, а ты знаешь, что у меня скоро день рождения? Когда скоро? Говорю, только через месяц. Ну и что, надо подарочки уже подумать. Уже напоминает сама подарочки, да? Надо думать заранее о подарочке, да? 6 ноября у Арины день рождения. Сколько тебе будет? Девять. Девять лет. А через год юбилей. Вот, юбилей, это интереснее. А юбилей это что значит? Ну, круглая дата. В общем, через год 10 лет, это же круглая дата. Да, а 20 лет тоже круглая. Ну да. Ну, в принципе, не важно, какая разница. А бабушки с хорошей? Я даже не скажу. Не, я же 58 только сейчас, да? 59 уже, словно. Да, ничего себе. Как время летит. А, я день рождения уже пробыла. А, как время летит, обалдеть. Ну, понятно. Когда приехала, ей было 50. Бабушке через год будет 60 лет. Круглая юбилей у неё. Да. Надо, надо подумать о подарочке. Ну, у меня уже есть идея. Что? Надо будет с Вовой обсудить. Что? 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 Ты уже взрослая, поэтому не думай, что там те какие-то игрушки-погремушки будем дарить. Тебе они не нужны. Он валяется, игрушки её. И по коробкам попрятана, она не играется. Тебе надо что-то такое для творчества. Что-то такое, чтобы ты этим могла заниматься постоянно. Это тебе, чтобы было интересно, а не так, что. Что это за подарок? Поставить, чтобы он пылился? Нет, это не подарок, это ерунда. Надо что-то такое интересное, нужное, полезное дарить. Ну, не калькулятор. Зачемте калькулятор у нас? У меня, у Вовой есть. У всех есть калькулятор. И вон стоит мой компьютер. Вова его калькулятором обзывает, потому что он слабенький. У меня, кстати, кукурузные палочки с собой. Да, сегодня что ты берёшь? От печенька отказалась. Сегодня берёт кукурузные палочки с собой и чаёк. А интересно, а ты будешь сегодня их есть в школе? Конечно. Да? Ты же печенье сколько дней назад приносила. Стесняешься, что ли? Да. А почему ты не кушаешь? Ем я его. По одной штучке? Да. А что так мало? Не знаю. Ага, приходят голодные потом. Кушаешь, тебе даю. С собой так и кушаешь, что дают. Ой, у мамы столько дел. Ещё сумка-рюкзак лежит для ноутбука, который я никак не могу. Подкладка он лежит раскроить. Никак не могу добраться. А тут ещё. Ещё один рюкзачок надо пошить. Ой-ёй-ёй-ёй, у мамы сколько дел. Сегодня у нас четвёртое число. Вот, выйдет ролик. И наперёд я уже накидала вплоть до одиннадцатого. И сегодня ещё, наверное, один-два сделаю. Надо набрасывать наперёд роликов. Потому что через два месяца примерно мама уедет в роддом. И кто этим будет заниматься? Никто. Да, надо накидывать наперёд, мало ли что. К примеру, восемь идёт смонтировать. Надо недели на две-три наперёд смонтировать. Вдруг ты там уедуешь? Перед тем, как я уеду. Нет, я долго, конечно, я не думаю, что я там буду. Но минимум три дня. Максимум не знаю. Но минимум три дня. Потому что там раньше трёх дней не отпускают. Насколько я знаю. Не меньше трёх дней. Не меньше трёх дней, да. Если всё отлично, с анализами хорошо у мамы, у ребёночка, и ребёночек нормально набирает веси за эти три дня, то нас выписывают. Ура! И всё. Ура! Нас кто добавит? Так что Новый год 2018. Будет отмечать этот Саня Николаевич. Мы будем отмечать не втроём, а в четвером. Потом пяти, шести, семи, восемь. С ума сошла? Кто, кого ты считаешь? А, ну и плюс наши коты. Тогда получается много. Четыре, пять. Ну вообще наших три кота. Кусачка, Жулик и Еврик. Это получается? А Масяня. Масяня и Мурза – это кошки Вовиной мамы. Еврика подобрал, принёс с улицы Вова. Это у нас самый старший. Жулика и Кусачка. Кусачка самая младшая. Ну, и Пусачка, девеньки. В общем, Еврика Вова подобрал в Солигорске, где мы сейчас живём. Жулика в Минске. Я подобрала в Минске. А Кусачку? В Чашниках. Я подобрала в Чашниках, когда мы были у бабушки, да? Вот так вот у нас коты, путешественники. Но мы хотим себе ещё котиков. На улице столько красавчиков. Ходим, бедолажки, столько котов эти бродячих. Кстати, серенького мы не видели. Вот, такие милашки попадаются. И всех так жалко. И всех же не заберёшь себе. Это ж всё-таки ответственность какая-то. Это ж не игрушка, что взяла, выбросила. Если берёшь уже, то это навсегда. И уход, и корм, и всё. Но всё равно мы мечтаем о каком, Катерина? Ты помнишь? О Мэйн-Куне. О Мэйн-Куне. Только что вспомнила. Это наша мечта. Ну, его, конечно, на улице не найдёшь. Потому что это породистый очень классный кот. Его только покупать. Самый большой. Да, это большой кот. Такой, такой. Классный. Ну, когда-нибудь, я думаю, он у нас будет.